Ну что ж, всем привет, с вами Баш, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Наверное, стоит извиниться, что я не выложил вчера и позавчера видео. Этому простое объяснение имеется. Я записался на фитнес, и поэтому по средам я теперь занят. Я вчера пришёл просто убитый, и у меня просто не было силы. Я лёг в кровать и уснул нафиг. Так что, уж извольте. Сегодня в 11 серии, как я обещал, я покажу вам, как сделать ферму слизней. И я добавил некоторых подписчиков. Так, народ, сейчас, что-то звука нет в игре. Секундочку. Так, ну вроде звук и наладил. Я добавил ещё некоторых подписчиков. Тех, кого не добавил, извините, добавлю попозже. Ну, сейчас я покажу. Так, с этих я вроде показывал. Покажу, кого добавил. По-быстренькому. Что ж, это пока всё, потому что я не играл. Вот сейчас, примерно за минут 10 до видео, добавил пару подписчиков. Что относительно фермы. Ферму слизней делать очень просто. В этом нет никаких загвоздок или чего-либо ещё. Вы просто заходите на тот сайт, который я выложу под видео. Там выкладываете своё сохранение в игре. Там очень просто выбрать LevelDat. Заходите в папку .minecraft. Save. Папку для сохранения с вашей игрой. Там LevelDat. Это ты вставляете на их сайт. Потом, там есть две координаты. X и Z. Именно их вы вписываете. Вот, допустим, встали сюда, в центр куда-нибудь, где вам надо. И вписали. X минус 291. Ну, это мои координаты, я просто для примера говорю. И Z минус 264. В дистанции пишите сотню. И вот в сотне блоков от того блока, на котором вы стоите, будут показаны все чанки, на которых спавнятся слизни. Слизни фирмы нужно делать на шестом уровне. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вот Obsidian, и мы на шестом уровне. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Негодненький. Я вот этот вот всю, вот этот туннель вырывал с помощью каменной кирки. Это было довольно-таки геморройно. Но если у вас есть динамит, то я советую воспользоваться им. Берете динамит, ставите на расстоянии пяти блоков каждую штучку, допустим, вот смотрите. Вот этот cobblestone, допустим, динамит вот так вот. Динамит. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И еще один динамит. То есть через каждые пять блоков. И тогда у вас получается будет такой, такой, прикольненький туннель. Ровненький. В общем, выкапываете весь чанк, на котором спавнятся слизни. Никакая лава, ни вода, ничего не нужно. Это все бред. А вот эта вот лава, это просто для украшения. Я наткнулся на лаву и заткнул ее стеклом. Ну, как еще одно освещение сделал. Вот. Высота комнаты может быть и два блока. Просто большие слизни тогда будут либо не спавниться, либо будут застревать просто в проходе. И поэтому советую сделать высоту блока четыре, как минимум. Чтобы они могли спокойно прыгать по всей области. А что касается места, где выбирать спавн слизней, то я советую выбрать, где побольше чанков. Потому что, ну мало ли. Естественно, здесь все логично. Чем больше чанков, тем больше слизи. Больше прибыли и поршней. Все, цепочка есть. Что вам еще рассказать? Ну, я даже не знаю. Вроде все здесь. Самая простейшая ферма, наверное. Мне думается, даже ферму... Ферму пшеницы делать сложнее, чем вот эта. А, ну здесь я уже начал вырвать еще один чанк со слизнями. Ой, господи. Жулик, где отсюда? А, слизней... Не помню, говорил я уже или нет. Короче, нужно их убивать либо руками, либо стрелами. А то в них... Не будет слизи. Ну, это, пожалуй, все. Сейчас я немножко подбираю чанк. Завтра у нас уже пятница. Видео я вряд ли выложу. А вот в субботу вполне можно ждать его. Не советую начинать... Вот если у вас чанк слизней попался там, где и озеро лавы, то я не советую там копать этот чанк. Лучше выбрать другое место слизней спауна. Уйдите в другую точку куда-нибудь. Или еще что. Потому что лаву вы закрывать просто заебетесь, честно. Верно. Я как всегда не поставил таймер, и мне друзья говорят, что я каждой серии говорю, что не ставлю таймер. Ну, блин. У меня смартфон, и на нем нет таймера. Я не знаю. Так что... Извольте. С вами был Баш. Надеюсь, вам помогла моя серия, мое видео со слизнями. И всем пока. До субботы. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...